Теория Большого Взрыва 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 Устанавливаем и открываем. Значит, кто пользовался DOSBox на компьютере, сложности у вас не возникнет. Значит, ваша карточка эмулируется как диск C. Команды, в принципе, такие же, как и под DOSBox под Windows, или же как под терминал из под Linux. Я не знаю, как в случае с Windows. Значит, давайте я вам продемонстрирую, что есть у меня в директории. Ну, вот вы видите, мой диск C, или моя карта памяти. И я вам продемонстрирую игру на примере, например, DUNE. И также легенды Керандии. Так, ну вот вы видите, я пролистал с параметром P, то есть, чтобы пролистывание было задержкой. И теперь расскажу немножко о настройках. Первый раз, когда включите эмулятор, выйдет такое вот окошко с настройками. Первый пункт, куда сохранять и установленную дату, и вообще там проводить манипуляции. Значит, выбирайте карту памяти. SD Storage. Так, можно также выбрать память телефона, но я бы вам не советовал. Также, дополнительные настройки управления. Это клавиатура виртуальная или акселерометр. Я им не пользуюсь. Третий параметр – это настройки непосредственно самой виртуальной клавиатуры, которая представляет из себя джойстик. То есть, включить джойстик. Можно выбрать количество клавиш от 4 до 6, можно меньше. Жмем ОК. И дальше присылаем каждой клавиши значение. То есть, кнопка 1 у меня будет, это Inter. Кнопка 2 – Backscape. Кнопка 3 – Space. И кнопка 4 – Escape. Также можно выбрать темку, их две. Ultimate Droid и обычная темка. Я выбрал Ultimate Droid. И размер непосредственно самой этой виртуальной клавиатуры. Я выбрал среднюю. Так, значит, и последний параметр. Ее прозрачность. То есть, я сделал геймпад прозрачным. Также эмуляция мыши. Значит, левый клик. Вы выбираете то, что вам больше подходит. Я выбрал тапнуть или держать. Удерживать – это будет левый клик. Удерживать в течение одной секунды. Ну, то есть, тап. Правый клик – это, значит, прикасание двух пальцев к экрану, если у вас мультитач. Либо выбираете в зависимости от возможностей вашего девайса. Я вам демонстрирую это все на планшете. Также дополнительные функции, вроде как метод использования мыши. Я выбрал Laptop Mode. То есть, это, по сути, будет как правильно, я уже забыл. Тачпад ноутбука. Так. Ну, скорость мыши я выбираю среднюю. Так, это использовать ли акселерометр как дополнительный контроль для мыши. Я его тоже отключаю. Значит, калибровать тачскрин. В моем девайсе нету калибровки тачскрина. У меня операционная система Android 2.2. В принципе, на телефоне такая функция имеется. Ну, значит, калибровку, в случае выбора калибровки, если в вашей системе его нет, то просто будет крах приложения, оно выйдет. Также, следующий параметр. Какие навигационные клавиши имеют ваш девайс? Только либо тачскрин, либо у вас есть дипад свой собственный, клавиатура выдвижная, либо трекбол. Но у меня только тачскрин. Так, значит, можно выбрать чувствительность акселерометра, но так как я не использую его, то я вряд ли вам что-либо подскажу, и как вы видите, у меня этот пункт просто прогнался. Не было никакого запуска, потому что я отключил акселерометр. Также можно выбрать размер звукового буфера. Значит, по умолчанию стоит очень маленький, это для быстрых устройств, и как бы в случае использования маленького буфера, приложения работают с меньшими лагами, все работает очень быстро. Но у меня такая проблема, что у меня задержка звука, такое ощущение, что PC-динамик просто барахлит. Поэтому я выбрал большое, для слабеньких девайсов, но выбирать в том случае, если у вас есть залипание звука, Чопи. Хорошо. И самое последнее, это видео настройки, то есть, либо сжимать его до 4 и 3, ну как, соотношение 4 и 3, либо сглаживать видео, и вот еще какой-то параметр, я даже не запаривался насчет этого. Так, ну ладно. Мы жмем ОК, и как бы вот мы видим сообщение, что все манипуляции произойдут непосредственно после перезапуска приложения. Ну давайте я вам его перезапущу, чтобы как бы... Так, выход, exit. И жмем Enter, кнопочка номер один. А, exit я нажал. Сейчас. Exit. И все. И теперь заходим опять-таки в это приложение, но уже с нормальным конфигом. Досбокс. Так. Убираю эту клавиатуру. Значит, как проходить непосредственно в каталог с игрой, надо указать путь. Значит... А, нет. SD. Название директории. У нас это будет DUNA2. Так, верхний слэш. И единичка, если не ошибаюсь. Я могу путать. Сейчас посмотрим. Да, все правильно. И теперь надо найти как бы непосредственно exe-файлы. То есть, DIR и параметр отображения только exe-файлов. Так, и вот мы видим их два. Setup и DUNA2. Ну давайте я вам покажу Setup. Так, правильно набрал. Setup и погнали. Пожалуйста. Нажмите любую клавишу. Пускай это будет Enter. Значит, как в метод установки ответ на вопрос. Хорошо. Единичка. Ну вот, вы видите. С музыкальной карточки, без музыкальной карточки. Я выбираю без звука, потому что, ну, мне как бы не очень нравится эта динамика. Использовать ли дополнительную память? Да. Вот это как раз-таки был такой параметр, что выбирать либо клавишу, либо карту памяти, либо память телефона. Или да, использовать мышь. У нас, в принципе, есть такие возможности. Все готово. Надо дожать Y, то есть Yes. Все. Сохранение сохранено. Enter. И выходим из установок. Все, что нас требуется, набрать DUNA. И вот она, великая, нет, подождите, DUNA 2. Первая эта версия была квестом. Прошу, вашему вниманию представляю, DUNA 2 на планшете под операционной системой Android. Все работает гладко, замечательно. Ну, в общем, если уже нет желания играть в старые винтажные игры, но такие замечательные игры, как легенда Киранди, DUNA, Синдикат на компьютере, из-за того, что качество уже не очень, то можно вполне играть их на своем Android, потому что как на планшете это выглядит здорово, а на экране телефона это выглядит вообще просто чумово. Графика, ну, ништячная. Итак, представляет, да, я скачал русскую версию, DUNA 2. Так. Если вас не устраивает скорость, вы можете зайти в параметры самого Досбокса и выбирать как бы циклы процессора, сохранять конфиги, загружать конфиги, либо брать их с интернета, но меня вполне устраивает такая производительность. Так. Я нажал Escape, ну, четвертая клавиша. Мне, собственно, видеоролик это не нужно. Вот, пожалуйста, в курсор загрузить игру, представьте, что вы играете просто на ноутбуке. И вот, Владимир П. Загружаем мой сейф. Также, в принципе, вместо клавиш можно использовать, ну, пожалуйста, это уже вторая или третья миссия, я врать не буду. То есть, это очиститель спайса, это главная база. Так, выбираем, что строить. так, что, мне, наверное, надо построить казармы. Так, у меня уже есть очиститель спайса, да, мне нужны казармы. Пожалуйста, строить. Кстати, можно и убирать эту клавиатуру, если она вам не нужна, потому что управление очень четкое. радарный аванпост, это будет занимать четыре платформы. спайса, очиститель, есть. Завод легких машин, значит, четыре. Построим его. Так, ну, возвращаемся в игру. Так, ну что, вот юнит, допустим, выбираем его. Марш, и выбираем место, куда бы ему идти. Ну, пускай он подойдет сюда. Все. Поставим плиту. И вот вы видите, все работает просто замечательно. То есть, учитывая то, что можно назначить скорость, вы можете играть как ему удобно. Давайте я поближе поставлю, чтобы вы увидели, что да, вот она играется на планшете. И на планшете графика выглядит, ну, очень аппетитно. Учитывая, как все выглядит, это на компьютере. Посмотрим приказы, что надо сделать в этой миссии. Здравствуйте. Надо 2700 кредитов получить за счет спайса. Спасибо. Так, выходим. Вот осталась очередная плита. Причем, играть, ну, очень удобно. И, ну, что так же радует, что не обязательно ограничиваться только там, дюны или прочее. Можно поставить и флешбек, можно подключить сюда и клавиатуру, если у вас есть блютуз, и вы знаете, как его подключать. В общем, замечательный потенциал у этой программки. И радует то, что она бесплатна. Так, ну, я уже сейчас заиграюсь, я сохранюсь и покажу вам еще пример еще одной игрушки. Сохраняюсь. И, значит, что мы делаем? Мы выходим. Вы сидите? Хотите? Да. Также в теории можно установить и Fallout. Я думаю, многим Fallout нравится. Давай, смотрите, две точки. CD. Что-то я забыл. Команду. Давно уже не работал в командной стреке. Ну, ладно. Значит, CD и диск C. И наиболее это еще. Моя память, Ладно. Чувствую, пора возвращаться на Linux. Потому как там большую часть времени проводил в командной строке. Так, ну, ладно. Теперь легенды Керандии. Нет. И, значит, как это там называется? Керанд, верхняя, тильда, единичка. Переходим в Керандию. Где она? Керанд. Верхняя, салвешенечка. Ну, как я сказал, если ваш девайс поддержит, вы можете поставить себе и Fallout. Просто у меня приложение пожаловалось на недостаточное количество памяти в телефоне. В планшете. Так, и, значит, по-моему, там было Hofex. и, да, ну, сейчас запустится легенда Керандии. Так, я подвину. Очередная замечательная программа от Westwood. игрушка. Ну, пока она грузится, я покажу вам такой хороший сайт. Называется он, в принципе, памяти должно хватить, и она не выгрузится. Называется он Old Games. Это русский ресурс. Там можно скачать такие игры, как Warcraft oldgames.ru Значит, я беру oldgames-ru Пожалуйста, я скину ссылку на этот сайт. Значит, тут масса игр. Расположены они все по жанру. выбирать, что вам надо. Ну, вот, пожалуйста. Пазлы, файтинги, аркады. То есть, если у вас есть джойстик на вашем телефоне, то вообще можете классно оторваться в файтинге. Так, но вернемся к нашему DOSBOX. Так, и вот. Опять циклы возвращаются. и сейчас загрузятся легенды керандии. Так, ну, тут я не стал запускать вам сетап, потому что не будем тратить время. Так, ну, вот, опять курсор мыши, вы видите, все работает. Кстати, насчет легенд керандии. кажется, что вот они работают довольно тормознуто, это не так, просто это какой-то косяк с DOSBOX. Так как это просто порт, то и все те же проблемы, которые были с оригинальным DOSBOX, будут и в порте. Так вот, у меня легенды керандии, в них я играю даже и на компьютере, мне очень нравятся они. Хотя, в принципе, перепроходить себя заставлять не очень интересно, это все-таки квест. но я просто провел эксперимент, да, легенда керандии, вторая часть действительно также медленно работает под компьютером DOSBOX. Так, ну вот, загружаем опять Владимир, клик и ждем. Так, я нажал, нет, я не нажал, наверное. Да, я не нажал. Пожалуйста, легенда керандии я тут уже попроходил. Вот это Занция. Тоже скачено saltgames.ru вот, как я уже говорил, такие игры, как Госпиталь, Fallout, для них требуются намного более мощные девайсы, чем, например, мой. Потому, что у меня не запустился Fallout, я начал думать, ну в чем дело, все-таки здесь 800-мегагерцовый процессор, однако я посмотрел в интернете, что при желании можно поставить Fallout, но надо, чтобы там был хотя бы MotoDroid, довольно мощные такие девайсы. Только не знаю, привязка идет к процессору или к чему, но все-таки. Я вам показал, сейчас я просто сохранюсь, то есть теперь доставайте ваши старые игрушки любимые и ничего не мешает вам проходить их заново на андроидах. Значит, программа называется Dustbox, я ставлю 4 балла, сейчас, наверное, кто-то подумает, если я так сильно хвалил, почему 4 балла, причина довольно простая. Я считаю, что Fallout на 800 МГц процессоре и учитывая, что у меня памяти вполне хватает для его запуска, то есть все-таки карта памяти 8 ГБ, то тут некоторые проблемы в оптимизации непосредственно программы. Спасибо, что меня смотрели, надеюсь, этот выпуск вам покажется очень интересным. И впереди нас ждет еще два запланированных скринкаста об андроиде. Спасибо, что смотрели.